всем доброе утро господа вы на канале про блокчейн с вами Максим Вячеслав слава привет да всем привет такого прекрасного понедельника утра еще не было наверное точнее оно было но очень давно 2017-2018 году ребята я хочу вас всех поздравить те у кого есть эфиры те кто заходил в эфир когда писали мы или те кто покупал различные дефай токены тоже когда писали мы хочу вас всех поздравить потому что сейчас на рынке происходят очень приятные вещи для нас и все куда-то отлетает в космос и мы конечно же на этом всем прекрасно зарабатываем и это не может нас не радовать так напишите обратную связь как наслышно видно напишите привет вот у нас там уже этот бугор написал что bitcoin scam лопнет вся экономика скоро пишет никита красавчик может такое быть запросто вообще быстрее чем bitcoin манинетворк привет всем доброе утро эдуард привет вальдемар шалом как всегда господа хорошие уже соскучились по эфирам да ребят соскучились мы тоже соскучились мы будем начинать потому что нам надо много чего сегодня обсудить интересного хорошего прекрасного и восхитительного давайте я покажу свой экран что у нас происходит во первых хорошим новостям для тех людей которые они смотрят в блокфолию вот вальдемар нам пишет что он держал эфир еще когда эфир был по 100 баксов мы держали по 80 долларов было страшно но мы держали не отпускали его никуда и вот так вот мы и додержали в общем что получается у нас на сегодняшний день больше всего удивляет это нас эфир 36 35 . 6 процентов за неделю мы получили приросты кстати за 24 часа 6 . 77 процентов тоже патрус у нас по эфиру но и bitcoin не отстает 10 тысяч 220 мы как всегда смотрим все это дело на coin паприки очень удобный кстати сайт где вы можете проваливаться в каждую монетку ставьте себе в закладки у них кстати еще есть мобильная приложение к такое удобное на мобильный телефон я скачал и вообще хожу себе бед не знаю вот мне когда надо посмотреть монетки не на компьютере на телефончике открыл бам-бам-бам посмотрел на android на apple все это дело есть кошелечек там встроенный есть bitcoin эфир тетр лайткоин есть менять все это внутри можно новости читать можно в общем не приложение чудо какое-то мы ссылочку оставим в описании гораздо удобнее coin маркетка потому что у него собрано все в одном месте восхитительно поэтому смотрим дальше что у нас за 24 часа и тут у нас появляются интересные вещи по этому поводу ну flexacoin у нас тоже растет кстати никак я не могу найти хорошую точку чтобы скинуть flexacoin hex нас радует у нас немножко есть hex но он уже сделал иксов 10 наверное за то время как он у нас появился потому что у нас было на очень маленькую сумму hex а уже там так прилично его стало в общем это радует до 10 иксов где-то примерно hex дел но сейчас он уже на очень высокой точке я не не рекомендую его покупать я просто говорю что констатирую факт я хотел еще показать вот смотрите у нас на аналитическом дашборде мы добавили всякие удобные штуки и вот теперь тут можно смотреть газ прайс какая сейчас актуальна на сегодняшний день и можно смотреть сколько у нас заморожено денег дефай кстати в дефай уже заморожено 3.6 миллиарда долларов ребята это это очень большая сумма и вот здесь у нас написано везде написано сколько заморожено денег дефай это просто график 36 миллиарда долларов это не шутки дефай продолжает раскачиваться очень интересно наблюдать за тем то что мейкер он находится на первой позиции и в нем уже заморожено больше одного миллиарда в мейкер да у ребят это это очень мощно это самый первый проект который появился на дефай или один из самых первых и он в топе был всегда и и вот сейчас он обратно вырвался на первую позицию вот он здесь находится 1 миллиард а баксов ним компаунд на втором месте у нас находится семьсот двадцать девять миллионов долларов а вот 444 но вот это вот цифра 3.66 миллиарда это не значит что тут заморожена вот именно такая сумма за счет того что используя различные сервисы люди накручивают объемы себе это тоже учитывается поэтому объективно вы эту цифру можете отнимать ну и не знаю процентов 30-40 наверное смело вот от этой цифры это будет более-менее так капитализация которая есть на сегодняшний день в дефай поэтому тоже обратите внимание не надо ходить в розовых очках что все так прекрасно но транзакции на эфире дорожают с каждым днем вы посмотрите то есть вы посмотрите что сейчас творится 95 гв братан надо чтоб сейчас отправить транзакцию это это ужас как дорого а соответственно майнеры которые сейчас подписывают транзакции на эфире для них это однозначно выгодно они сейчас зарабатывают больше чем обычно но это говорит о том что для таких дорогих транзакций используются больше эфира и это казалось бы да что это ну подумаешь там сколько человек потратит на доллар эфира или он потратит эфира того же там на 5 долларов но это в пять раз то есть а транзакции в сети проект проходит очень много и за счет этого людям нужно будет докупать эфир для того чтобы использовать их в качестве газа а сейчас в дефи появилось очень много фармеров которые занимаются ерундой особенно я понимаю фармеров которые там работают с крупными достаточно бюджетами но меня всегда удивляли те фармеры которые пытаются там что-то на тысячу долларов на 5 тысяч долларов на 10 тысяч долларов пытаются что-то делать и ничего хорошего из этого не получится потому что заработки там маленькие но если хорошо если вы заработаете там пол эфира эфир и по итогу если вы потом трезвым умом посчитаете сколько вы потратили на транзакции завод денег вывод денег то скорее всего получится что вы заработали очень немного тем более вот такими вот транзакциями поэтому ролики про то как правильно принимать участие в дефай разных проектах и пулах можно смотреть сколько хочешь но только в том случае если у тебя есть на большая котлета а если у тебя есть большая котлета ну предположим пол миллиона миллион долларов то я крайне сомневаюсь что есть люди среди нашего комьюнити которые в смарт-контракт захерачат полмиллиона баксов и будут сидеть ждать пока его просто взломают или с ним что-то произойдет такой риск тоже есть и про это не надо забывать на сегодняшний день самый доходный дефи и самый доходный пул который есть в дефи это ampel force он дает больше всего процентов и поэтому собственно говоря он так и стреляет их токен то токен вот мы сейчас посмотрим его ampel force он он очень хорошо дорожает цене за последнее время вот он за месяц вырос на сто процентов сто процентов это много и там получается какая штука в этом токе не здесь надо смотреть на капитализацию на капитализацию и если стоимость токена дороже 1 доллара то у вас увеличивается до 45 а да у него 2 а если стоимость дороже 1 доллара у вас будет увеличиваться количество токенов это очень прикольная модель у ampel force поэтому не знаю покупать мы за размывание получается то есть стоимость дороже 1 доллара то токенов становится больше то есть они как бы размывают инфляция получается на самом деле ну они такую бизнес модель для себя используют и сейчас я вот говорю самый доходный пул наоборот для стабилизации курса больше сделано то есть инфляция она как бы по факту понижает покупательную способность ну и тут получается что сейчас настолько много денег заливается в ampel force так много покупается токенов что все равно они не могут видите уравнять у них задача уравнять чтобы он стоил где-то в районе плюс-минус одного доллара но за счет того что очень много его покупают и не могут этого сделать но будем наблюдать эта история тоже закончится как и с компаундом поэтому туда особо врываться не надо я про bitcoin там про уровень славу расскажет я сейчас просто когда листал twitter здесь все сейчас в твиттере вокруг эфира приколы с эфиром разные чарты с эфиром сравнивают айсио бум там с defy бумом ну и вообще эфир сейчас конечно смотрится по супер бычьему и еще его усиливает новостной фон который происходит сейчас вокруг эфира и помимо новостного фона его начинает еще усиливать и bitcoin который собрался куда-то в космос и мы сегодня поговорим об этом поэтому мы со славой торгуем на карансиком помимо того что мы покупаем defy проекты различные держим их просто в портфеле мы не занимаемся дичью мы не занимаемся фармингом мы занимаемся фармингом на торговле с леверич как говорится это гораздо прикольнее получается вот у нас была очень хорошая сделка мы заходили в эфир и сделали грубо говоря от позиции нашей мы сделали 110 процентов потому что но очевидно было очевидный был тот факт что defy проекты начали стрелять эфир как-то за ними не поуспевал и он был недооценен не знаю что сейчас происходит на рынке либо топом эфира крупными игроками либо он двигается вместе с биткоином но для нас то собственно говоря это неважно мы открыли позицию лон и очень отлично на нем сделали прям 110 процентов от депозита за счет того что мы использовали леверидж мы торговали с 10 леверидж прямо хорошо мы забрали движение сейчас у нас стоят отложенные отложенные ордера если дойдет до определенной цены они сработают но я не знаю как сейчас стоит ли сейчас вообще в рынке вот так по маркету открывать лонг наверное нет потому что эфир он какой-то позиции там допустим от 350 то есть если к примеру до 350 доходит то 350 до 400 можно там лет но такие штуки всякие делать вот у нас было допустим по биткоину но там свечка вылетела у нас было от 1200 открыто открыть от цены 1200 и там стоп видимо короткого он пустил свечу вышел больше 1200 у нас позиция открылась и потом он отъехал назад а и дальше потом пошел у нас короткий стоп был и у нас позиция закрылась мы там доллар что-то чем-то мы потеряли если в отчетах посмотреть вот у нас буквально сегодня перед перед трансляцией закрылся по стопу хотя если бы мы стоп больше дали дышать то мы бы сейчас были в позиции уже бы плюсовали нормально уже бы на 48 долларов у нас плюса там было ну поэтому использовать вот эти инструменты на рынке торговли с леверич это прикольная штука вам надо однозначно обратить на вот это внимание не надо уповать одними только понимаете как работает рынок криптовалют очень интересная штука то есть мы про дефай давно уже говорили что следите за дефай обращайте внимание за девай еще когда хайпа не было и вот мы как бы в дефай рынок вошли подготовлены до роста эфиром вам были ребята обратите на эфир внимание посмотрите на него потому что его нужно типа добавить в портфель и здесь в крипте нужно делать ваши ваши шаги немножко на опережение то есть когда вы начинаете идти вместе со стадом вот это вот все стадо ведут как правило на забой и вы должны это понимать и скорее всего брить вас будут так же как и все 100 поэтому здесь немножко меняем как бы так парадигму того что происходит и пытаемся чуть-чуть вперед смотреть в рынок что недооценено и куда можно перейти ну и помимо прочего кстати на карансе они запустили конкурсы теперь это трейдинговые состязания которые ежедневные здесь очень прикольные разные штуки те кто особенно трейдеры ребята которые понимают как это работает здесь прям легко выигрывать всякие призы у нас вон минус 1.07 пока что сто двадцать четвертое место мы занимаем но ничего вот это просто а это за сегодняшний день поэтому у нас небольшой минус но мы еще отыграем так что врывайтесь тоже в карансе ком поторгуйте немножко вам однозначно понравится и все будет здорово так передаю слово вячеслав тебе да я на месте у меня тоже карансе открытая как раз тут смотрел наш портфель вот у нас если в заявках раньше было две заявки по bitcoin я тут еще в пиндюрил одну заявку по эфиру но это как раз у нас на продаже эфира то есть при достижении цены 2 290 то есть когда начнем сыпаться вот 290 мы откроемся а вот и с десятым плечом и у нас получается по битку висит еще тоже вниз на падение на 8 800 какие важные есть значит а диапазоны по цене и и об этом написали у нас так смотрите для битка сейчас ключевые цены 10 400 10 500 если мы там удерживаемся идем выше то соответственно а вот такая может у нас получиться картинка смотрите причем это прям картинка серьезная мы можем улететь куда-то там в такой космос которого даже никто не ждал то есть куда-то до 30 тысяч если смотреть по вот этим вот каналам всем там нисходящим да и но если это фейковый пробой то соответственно мы можем корректироваться куда-то опять вниз и консолидироваться опять в районе 10 это может на 7 тысяч сходить и вот вот эта красная часть нижняя да но если мы реально улетаем выше 10 500 и это может спровоцировать вот такой вот какой-то космический рост причем что опять открытый интерес по фьючерсам он растет а сейчас открытый интерес по фьючерсам на еще тоже растет сейчас в целом получилась такая ситуация то есть мы ожидали эту историю где-то к сентябрю но что-то случилось непонятно и она почему-то сдвинулась а вот сюда на по сути на начало августа и вот этот вот всплеск раньше на месяц может быть это как бы фейковый пробой просто хотят сейчас высадить лангистов еще запустите одну волну коррекции но вот здесь вот объемы вы видите зелененькие все это внизу тоже набираются и как бы пока все смотрится вверх как она будет она еще есть вот такая вот интересная история что биткойн у нас получается кто-то хотел купить по 6000 но биткойн никогда не опускался ниже 200 недельный средний а это уже 6000 и получается 6000 мы уже прошли то есть если по стопу флоу посмотреть получается что теоретически ниже 6000 вряд ли уже биток опустится разве что какой-то сквиз таком где-то на какой-то из бирж может случайно случиться как тогда вот было да ни что не предвещало беды и мы вам улетели на 3 800 вот такая же история может быть квиз но это очень короткосрочно и не так что там останется на неделю на 2 болтаться в диапазоне 6 просто он может сходить на час к примеру на 5 и потом опять восстановиться и улететь уже в район там 6 807 так что имейте это ввиду возможно как бы шестерки уже как таковой мы не увидим так что нормально планомерно там закупаться это что касается цифр из того что у нас отработала а вот на сегодня давайте еще раз в отчеты посмотрим у нас получается в плюс мы закрыли эфир два раза да то есть у нас было где-то плюс 60 вот видите это вот оппозиция по логу мы забирали мы там мы торговали депозитом 50 и забрали плюсом 60 идеи это за вычетом вот этих вот всех комиссий а потом получается что еще у нас закрылась по эфиру еще раз плюс 7 это еще мы там добирали а лонг еще 7 долларов по эфиру по биткоину плюс 3 доллара тоже небольшая там позиция сработала это мы там торговали и эти отчеты есть у нас они выходят в 14 30 по московскому времени на на этом же канале на лайве там вот идеи по торгам по токенизированным активам акциям и по крипте они выходят и там как бы я рассказываю что почему какие идеи и вот сейчас получается и за счет того что был короткий стоп вынесла одну заявку на 10 200 она открылась но слишком короткий стоп вы видите всего доллар доллар 06 мы потеряли и она закрылась не было вот такого резкого роста давайте вернемся назад сейчас вот за счет вот этой вот свечи получается она как раз у нас вынесла нашу нашу позицию отъехала вниз через 10 минут и опять пошла наверх то есть сейчас у нас цена 10 236 при том что у нас позиция открывалась от 10 200 уже по идее мы должны были быть бы в плюсе ну на 36 долларов как минимум но не получилось поэтому и если будете что-то открывать то наверное сейчас стопы надо ставить пошире есть вроде бы как восходящий канал но я бы смотрел от цены 10 500 то есть можно прямо сейчас даже открыть позицию нажать вот так купить на 10 процентов от депозита установить вот эту галочку купить когда цена достигнет поставить вот здесь 10 502 десятый левер и же давайте поставим и поставим стоп и поставим тейп стоп вот здесь вот как раз хороший вы видите потерю нас 8 долларов но дистанция 291 можно где-то на поставить сюда 350 фото вот здесь 350 и ценовой уровень но 607 давайте тоже там побольше можно сделать это до 700 700 все и мы можем нажать купить все и у нас получается отложенная заявка создается она в портфеле у нас а попадает в заявки и вот мы видим у нас теперь три заявки есть теперь опять 2 снова до 2 по биткоину открываемся мы в лонг от 10 502 и если цена это достигает и дальше мы идем там уже можно руками корректировать объем сделки у нас 40 долларов вот на 40 долларов мы заходим и у нас и отложено еще есть на падение напоминаю да от 8 890 до 38 баксов и по эфирке у нас тоже кстати есть на падение можно также открыть потом поддерживающую лонг к примеру от 350 от 350 если мы превышаем 350 то идем наверх вот мы недавно скидывали книжку воспоминания биржевого спекулянта и там есть такая примета которая я уже там сотни лет называется когда цена округления цены если к примеру цена округляется а вот допустим и у эфира 300 да то скорее всего что если доходит 300 от 301 можно открываться а еще на несколько пунктов вверх то есть там на десять пунктов то есть она скорее всего пойдет и на 310 иногда 320 а вот то есть если цена дойдет там до 10 допустим до до 10 500 по скорее всего она она может пойти на 10,505, на 10,510 и выше. Если на 11 тысяч доходит цена, то есть каждое округление цены с большей вероятностью даст пробой наверх. То есть если при движении в целом наверх цена округляется, то скорее всего она даст еще пункты наверх. Это вот такая примета. И поищите в нашем телеграм-канале, можете отмотать буквально там, не знаю, пару дней наверх. Есть аудиокнига, ее прямо можно слушать с телефона, с компьютера, она на сайте разворачивается, не надо ничего скачивать, там по главам все разбито, ставите закладки себе и послушайте. И там можно ускорять, на 50% можете ускорить. Я вот недавно освежил, у меня она есть в бумажной версии, я ее слушал до этого и читал, и вот еще раз ее прогнал. И каждый раз, допустим, проходит там год, и раз в год, раз в полгода можно эту книгу переслушивать, и вы для себя будете видеть и находить какие-то новые интересные фишки, которые вы в первый раз как бы не заметили, не придали им значения. Интересные там штуки про синдикат, как делали корнер, это называется, когда на повышение играют, то есть большие объемы акций, к примеру, там какой-нибудь железной дороги, и задача там сначала дешево скупить, то есть они создают на рынке такую динамику, что как будто бы там акция дешеветь начинает, а сами ее скупают, 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 потом этот весь актив либо забирают себе и владеют им, просто получают дивиденды, либо загоняют цену наверх, и там его начинают распродавать. Как правильно распродавать? И вот такие всякие штуки. Поэтому много интересного можно получать из классической литературы, это причем рассказывается про времена там 1915, 1914, 1917, еще и компьютеров не было в помине, была телеграфная лента, по телеграфной ленте передавались цены, и вот ориентируясь на эти цены, люди раньше торговали. Вот так вот. Интересные такие всякие штуки. По факту на сегодня, ребята, если там еще по проектам DeFi, на что обратить внимание, вот то, что сейчас выползла, и нам даже ребята об этом рассказывали из OneInch, вот если вы зайдете на DeFiPulse, есть такой проект Earn Finance, точнее, ну или Earn, да, а там у него токен YFI, вот такой YFI, вот про него нам рассказывали, тоже у него есть пулы, вот видите, он тут стрелял, и там этот токен стоил какие-то космические деньги, вот, и он вроде бы как на самом деле такой тупую экспериментальный, непонятно вообще, что это за токен, вот он пампился, пампился, сейчас он начал корректироваться жестко, да, потому что из этого проекта начали выливать объемы, но по факту, как бы, эта площадка, там тоже создаются пулы, и можно было зарабатывать. Давайте я сейчас попробую где-то тут его открыть, вот так вот, нажмем. Вот как это выглядит проект, то есть вы подключаете свой кошелек, и вы можете здесь зарабатывать, здесь можно рассчитывать и PR, тоже, ну надо везде подключать, то есть простейший кошелек, вот этот чувак, который его запустил, он делает три разных проекта, на самом деле, и все это частично там через Curve проводится, поэтому это, я так понял, был вообще тестовый токен, и вы посмотрите, что произошло, то есть он где-то лежал-лежал на дне, на дне, на дне, и потом улетел куда-то в космический космос. Поэтому вот такие пузыри можно как бы ловить, но надо не забывать, что из них надо и выходить. Поэтому заработали, сразу возьмите для себя правила фиксации, то есть нужно фиксироваться, потому что те люди, которые сейчас не успели, вот здесь где-то на FOMO, да, купили, к примеру, на вот этом откате небольшом, опять заработали, сейчас начинает падать, уже ниже ушло, да, но надо продавать, ребята, вы видите, что оно улетает, 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 поэтому вот такие моменты сейчас в DeFi будут получаться, и вот эти вот все проекты, которые, да, они каким-то чудом залетают у нас, вот сюда вот в топ-10, вот тот же, видите, Earn Finance, он на восьмое место залетел, но если его динамику посмотреть, видите, минус 47% это по отливу депозитов, заблокированных в этом проекте, то есть его сначала прокачали, на нем заработали, побежали в другие проекты, и так постоянно происходит, вот такие дела, так, Макс, мне сейчас на минутку надо отойти, давайте пока что я в чате пообщаюсь, ребята, ребята в чатике, так, сейчас, сейчас я переключу, так, давайте в чате поболтаем немножко с вами, и будем заканчивать, в общем, Слава совершенно правильно сказал, по поводу проектов, которые сейчас в DeFi, не поддавайтесь FOMO ни в коем случае, понятное дело, что рынок стреляет, ясно, что вам хочется собрать там всяких иксов и хочется побольше денег заработать, но если вы будете запрыгивать вот в такие проекты, которые особенно находятся на АТХ, вероятнее всего произойдет, произойдет бритва. Я часто замечаю, как люди, почему люди пытаются повторить, вот если, допустим, мы берем BAND протокол, он вырос уже на много, и почему люди пытаются в него тоже зайти, они думают, что он вырос и не будет коррекции, он продолжит и сделает еще 2-3 икса, скорее всего так не будет, скорее всего вы потеряете деньги, то есть те люди, которые заходят поздно в проекты, те люди скорее всего потеряют средства, а те, которые смогли разобраться в этом проекте и на самых ранних штучках, на самых ранних моментах заходить, тогда это скорее всего будет нормально. Вот как я лично провожу дьюдил, куда можно заходить, ну давайте на примере откроем, вот вы услышали где-то BAND протокол, наверняка вы слышали о нем, открываете, заходите на CoinMarketCap, CoinPaprika, CoinGecko, неважно, куда угодно, зашли сюда, да, посмотрели график, открываете график BAND протокол, сначала вы открываете вот банально за 7 дней, ну вот вы смотрите, вот такая вот история печальная и конечно он уже начал падать в цене, я продал его, я сейчас открою, блокфолио, я сейчас скажу почем я продал, я продал половину BAND, который был, я продал его, я вернул свои деньги и продал его еще с плюсом, сейчас я открою в транзакциях посмотрю, так BAND протокол, так транзакции, вот я продал по цене 4.54, ребята, я сейчас не прикалываю, у меня он есть, в этой 4.54 это практически АТХ, он вот стоил 4.68 в долларе, я его продал и он пошел как бы вниз, сейчас он стоит 3 там чем-то, я получается зафиксировал свои деньги вернул и еще там плюс где-то 15% от того, что я закинул и у меня еще осталась половина BAND в портфеле, то есть я его весь не продаю на тот случай, если произойдет еще рост и вообще можно потом посмотреть в целом, вы открываете график на полную и вы видите, что ну это трэш, то есть заходить в такой график сейчас даже на хайпе DeFi проектов это конечно печально, давайте откроем вот теперь такой проект как Gnosis, вот Gnosis, я несколько раз уже про него говорил, он еще не успел отлететь куда-то в космос, хотя уже плюс есть, то есть смотрите, за все время график, но здесь понятное дело, что здесь рисков однозначно меньше, чем в проекте BAND, то есть вы должны понимать, что нормальный человек должен покупать вот здесь, вот снизу, вот где я показываю, а не вот тут, вот тут хомяк купит, вот здесь вот, вот если вы тут покупаете, в вас выйдут, так вот смотрите, если мы поставим здесь, ну давайте вот на 7 дней график, за последние 7 дней, в принципе тут ничего такого страшного не происходит, он немножко подрос, Gnosis на новостях, вот я тоже покупал его давненько, уже недели 2-3 назад я его покупал, вот он подрос и сейчас где-то там болтается, в принципе, если начнутся вот эти вот initial DEX офферинги, то Gnosis должен дорожать, как бы в цене однозначно, поэтому можете тоже присмотреть на этом. Так, Слава вернулся, давайте в чате пообщаемся, я сейчас да, я там подписывал в чате, спрашивают, как ссылка, где ссылка, как книга называется, воспоминания биржевого спекулянта, промотайте чат наверх, там есть или по поиску в чате, вот, наберите, когда эфир будем продавать, на 2000, ну продавать будем точно, то есть, когда будут новые АТХ, будем портфель перестраивать, будем часть, часть точно какую-то будем фиксировать, но один биток, кажется, и 50 эфирок может или там 10 про запас, вдруг какой-то сверх памп, он человек написал, поменяем 5 эфиров на Gnosis, эфир полетел, ну ничего, ждем рост Gnosis, тут фишка в том, что эфир это такой актив, который, конечно, не надо особо менять, и хорошо, когда есть USDT, то есть, вот мне нравится заходить больше через USDT, потому что это уже фиксированная какая-то, тут можно понять точно профит. Ну да, там просто единица, у тебя один к одному, ты точно знаешь, 500 долларов это 500 долларов. Да, и все, и это не 3 эфира, не сколько-то там биткоина, мне нравятся люди, которые говорят, там, эфир сделал по отношению к биткоину столько-то процентов, кто-то считает биткоином, ну вот есть люди, которые считают прямо через биток, потому что у них в голове самое главное это накопление позиции в биткоине, им без разницы, то есть он верит, что биток будет стоить 200 тысяч долларов, у него цель собрать как можно больше битков, и он тогда, конечно, все к битку отстраивает. У меня мозг устроен таким образом, что я считаю от USDT. Не нужно недооценивать фома, это дух рынка, но мы уже в 17-м году. Ну никто не дооценивает, ну то пускай разгоняется все, вот я же показал график, что может быть сейчас, мы вот сидим-сидим, разговариваем и уже начался старт биткоина до 30 тысяч, вот новый старт рынка начался, никто не знает, когда он начнется, и вот может на наших глазах там 10 500, 11, 11 500, там 12, 15 тысяч, то есть мы буквально можем на этой неделе уже в конце говорить, да, в эфирах и биток будет уже 15, и как бы просто мы должны как бы правильно подстраиваться под это движение и постоянно открывать, открывать позиции вот эти вот, то есть держать стоп или переставлять стоп, да, то есть надо сейчас держать такой стоп, как есть функция трейлинг стоп называется, когда он сам как бы подтягивается, он на определенном процентном соотношении висит от цены, то есть, к примеру, если цена любая, неважно какая-то цена, она берется за 100%, и стоп всегда, допустим, всегда болтается на 15% ниже любой цены, ну то есть любой цены, он как бы плавно-плавно-плавно двигается, но если резкий какой-то скачок и происходит, или он активирует стоп от какой-то цены, ну то есть вот эти всякие моменты, сейчас рынок позволяет с помощью таких инструментов быть более гибким, да, то есть надо разбираться инструментов, сейчас хватает, кстати, ему тоже кажется, трейлинг стопы тоже есть, вы можете его настроить, и он от какой-то позиции активирует его, и дальше уже начинает там следить, вот эти моменты можно пользоваться. В общем, ребят, я на самом деле желаю вам всем профита, я не хочу, чтобы вы потеряли бабки, зарабатывайте побольше, но не гоняйтесь за альтами, которые уже сильно отлетели в космос, потому что, видите, сейчас, по сути говоря, DeFi рынок немножко притормозил, сейчас все пошло в эфир и в биткоин, видите, вот оно сместилось, возможно, поменяется ситуация чуть позже, но вот сейчас пока что вот так вот. Все, мы будем заканчивать, увидимся с вами завтра в то же время на том же месте, всем хорошей начало неделе, и пока, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok